всем доброй ночи дорогие мои ну время уже половин десятого я оболванился вот обрился как говорится но санитарные это обязательно санитарная чистка головы в общем лица тела а это обязательная процедура раз бриться . каждый надо вот голову я самый каждый пять дней хорошо легко хоть и говорят что вот комментариях написали что самый господин или госпожа что на бандита похож вообще у нас туркмены большинстве самое вообще в те времена всегда лысые ходили лысые поэтому если наверно видите какие-то басмаческие фильмы там терпик снимает и под ним короче берут наши самые и лысая голова это очень хорошо голова свежая отдыхает у меня отец тоже воспитал с детства так что у меня вот чуть-чуть вот так будет волосы маме начинал кричать тащи платок один на своего сына платка платок говорит он еще и девушкой становится что ли я короче бегом комбинат бытового обслуживания него как бы он называлась дом быта то парикмахер уже знал а опять тебе отец отправили когда-то 10 копеек было стрижка у меня машинка раз толка где-то после 8 9 класса он не разрешил чуть-чуть волосы пусти чуть-чуть это когда мама сказала ты чего его оболваниваешь как солдата поэтому вот привычка осталось ну хорошо легко чистя самое главное ну что ж перейдем комментарии по тем роликом которые я сегодня вам сделал ну что я вам показал свой труд которая за три дня сделал это тоже воспитание еще тех времен родительских чтобы человек должен всегда при делах быть чем-то заниматься вечером пришел чем мужику дело вот после 9 вечера до 12 ночи чё фильм не смотрит сидеть телефон играть нет сижу вот сделал еще штук 50 делаю 100 штук опять и того у меня будет 200 штук я уже отдал это самое вот представьте тебе 60 тысяч лир это не маленькие деньги это можно сказать сколько получается ну где-то 22 тысячи долларов до два с половиной тысячи долларов весь да и не только здесь везде можно как говорится мы сейчас время такое трудное настало что выживать надо я вот сейчас в интернет посмотрел в фейсбуке выставили это ролик талдыкургана с казахстан кстати я там был как талдыкурган очень хорошего чтобы там станцию чтобы короче выходишь и до талдыка талдык назвали у меня друзья там живут вот талдыкургане джан сугурови панфилова там вот это район все я знаю хорошие люди там одна женщина талдыкургане вот это вот этот парень корреспондент видимо говорит а правда что казахстане 340 тысяч тенге гор зарплата она готова что говорит как начало короче такой зарплаты мы никогда не видели у меня зарплата у моего мужа год он госслужащий получает 70 тысяч тенге я тоже около этого хотя сама себя обеспечиваю но все равно у нас нет так ну жили говорят нет говорят же 340 тысяч тенге нет говорит 70 тысяч всего мы выживаем просто как начала на молодец от души видимо человек знаете я вам скажу одно да когда говорят голову водой не испугаешь когда человека уже это он говорит все как есть ему же пофиг он говорит как и зачем врать вот и скажу сразу я посмотрел этому 70 тысяч тенге тоже наверно большие деньги посмотрел сейчас по курсу это сто пятьдесят шесть долларов конечно это очень маленькая сумма но это то же самое что и в россии также большинство людей получает деньги вот здесь по сравнению с этим конечно по курсе если взять сейчас побольше два раза можно сказать два-три раза все равно здесь люди недовольные что местные что это выживаем человеку всегда мало но говорят же чем больше тем лучше но сюда вот едут из казахстана и с россии с украины тоже видимо самое сравнивает то что все так жизнь здесь немного легче немного не сказать что супер но здесь тоже можно как говорить себя как бы реализовать чем-то но видите как не нарушая законы это иностранцам работать нельзя поэтому это такое дело что говорит даже не стоит а вот местные конечно инициативности очень мало у ребят вот инициативности очень мало у ребят все настроены в америку настроены в европу на заработки вот и иногда даже бывает так что у нас мы говорим же под ногами деньги лежат они не хотят его подобрать но одновременно видите как даже вот это серийцы который мусорного бизнеса который ездит на мотоциклах на этой короче собирает вот это баклажки маклажки вот это да все вот этого коробки вот это я вот просто поинтересовался я люблю вот так вот у людей разные это но но турецкий говорит он сирийц где живет уже пять лет я у него спросили доход просто какой вот и вот это вот это самое он мне сказал что где-то говорят порядка двадцати тысяч месяц двадцать тысяч месяц но надо каждый работать каждый это вот а у них работа начинается почти 6 утра вот они по этим ездить где мусорные эти баки стоят там они картонные коробки там баклажки маклажки и даже как бывает и 30 тысяч когда как соберешь вот этот картон сдаешь кого тут это как это упаковывают они в одном месте и вот это забирает большие машины такие туда тюками прямо и везут на переработку ну а чё делать ну а чё делать вот работа никакой зазорной работы нет лишь зазорной это сдавать людей вот и как говорится кое чем торговать своим телом вот это самое это самое позорное дело остальное нет остальное нет если работа я уже говорил вам одном из роликов что любая работа почетно тот же самый даже уборщик тот же самый даже дворник тот же самый сантехник вот наш дом обслуживает один человек вот который это самое убирает из дверей мусор айдата 100 лишь месяц сейчас было до декабря до 50 либо же 100 сделали с первого января вот и убирает подъезды моет все вот этот подъезд полностью там гараже все все вот здесь 22 квартиры да ну вот считайте да 2 200 и у него несколько таких домов у этого парня несколько таких домов на обслуживание вот и представьте себе да вот я у него разговаривал он гор 7 домов вот я говорю у нас вот 2 200 получается от других как у тех квартир и гор побольше в дома говорит есть год который год три с половиной о три с половиной тысячи лир ну чё у него в обязанности он ходит забирает этот мусор по лифту спускается мусорный бак вот и два раза в неделю мокрая это уборка вот в гараже убирает все работает парень работает это ничего нормально ягра сколько ягра месяц зарплата получается он году 20-25 тысяч году так уходит вот у него два выходных суббота воскресенье выходные вот обычные такие религиозные когда праздники выходные у него там висит это само что я на выходных все у него это нормально нормально человек работает пашет поэтому сейчас не даже рыбы живы надо работать чем-то заниматься чем-то себя занять и не не деградировать не деградировать человек деградирует тогда когда он ничем не занимается ну а теперь вот по поводу того что вот сегодня я утром делал вам ролик это по поводу того что вот вот таксисты вот это да это нет не только по отношению иностранцам даже по отношению к местным они немного можно сказать приборзели вот люди говорят что даже и некоторых отелях уже борзели сегодня вот выставили опять в фейсбуке вот одна семья из наших соотечественников уезжала короче и обыск такой это я не знаю это правомерный нет ну неприятная такая то что там были гора вот это с отеля короче вытаскали вот там мыло там шампуни там вот это питье вот это железных банках это кока-кола мока-кола все ой там целая гора это как мы взяли на дорогу там короче это почти как обыск идет позорище я не знаю почему выставили это не хорошо конечно вот это я не одобряю вот это я не одобряю это не то но тогда конечно они вот и злые потом ну я не знаю отели все равно убытка то не будет но все равно как позапрошлый год по моим помните показывали это везде во всех этих как когда же цветы корнями во дворе отеля содрали это нанесли действительно ущерб вот это да атака я не думаю что туалетной бумагой там вот эту кока-колами конфеты печенье там столько гора от этого показали вот этот фейсбук большинство из вас недоступен вот фейсбук поэтому не смогу не может смотреть а и вообще и может и даже и так лучшему вот ну ательеры сами тоже сейчас народу много и как говорится у нас есть такая поговорка не говори скупердяю что его кое-что лекарство он год три дня по большому ходить не будет поэтому сейчас видите как спросом много и борзота спроса было бы мало бы тогда бы лелеяли бы каждого туриста лелеяли бы там это самое то же самое таксисты вот таксисты тоже обслуживающий персонал анталия алания где-то 90 процентов населения живет только на обслуживающий персонал такси горничные уборщики там мусорщики там ресепшены месепшены всех вот только на турбизнесе зарабатывают не будет туристов у них работы не будет абсолютно работали потому что завода фабрик нету там вот не индустриальный такой города это туристического уклона поэтому многое зависит от туризма и вот такими выходками конечно не испугает людей я не испугает людей нельзя людей пугать наоборот надо делать так чтобы люди шли и шли и шли а тут видите как я же и хочу еще раз хочу сказать да вот большинство я вот анталии прожил 8 лет ребят недальневидные абсолютно недальневидные я вам рассказывал же да даже если будет знать что ты золотые яйца несешь того что ты каждый будешь ему это самое да проводить и людей и все он тебя даже на этом кинет и все кинете все ему пофигу понимаете недальневидные дальневидности нету поэтому я таких людей не называю бизнесменами бизнесмен это человек который дальний смотрит горизонт что в дальнейшем репутация короче как говорится чтобы люди к нему шли чтобы люди знали что человек не обманывает что человек не кинет это самое потом короче уходит это два господина которых я знал в анталии уже все из соцсетей даже исчезли сами местные типа бизнесменов которые тоже занимались помогают сейчас не в соцсетях ничего нет а гудели прошлом году вообще гудели они в инстаграме фейсбуке там тащились ресторанах там показывали как ресторанах они сидят кайфуют виски не виски там короче со своими женами подружками сейчас все вот видят опять кого-то кинули я же горд веревочки сколько не крутится наконец приходит об этом они думают понимаете такие люди об этом не думают такие люди недальневидные абсолютно они одним днем живут вот так что сами говорят мне нравится сами говорят уят уят а на самом деле такой уят делает что мало не покажется понимаете мало не покажется вроде бы да тебе сюда пристрижают тебя там не дай бог и даже конфетку возьмешь это сам короче этот человек грабанет до полный вот такие люди да ну я же говорю там обслуга обслуга в основном обслуга бизнесменов нету бизнес вот это туристический это вот которые отели которые принадлежат хозяевам которые сами живут за границей большинство отелей это принадлежат людям которые живут за границей вот а дают они в аренду и вот люди берут его в аренду какая-то фирма и короче там уже начинает зарабатывать а вот как этот арендатор будет это самое этому отелью принесет какой-то хорошего отзыва или нет это уже у меня оперион бич был отеля хороший отель такой три звезды потом его сделал четыре звезды это было манов гафты хороший отель был такой хороший даже можно сказать даже можно было его поставить с пятизвездочными бунгало мунгало все через год я приехал короче все отель короче уже все не то уже там уже все другие пришли это уже все это уже был не то вот я даже проезжал когда жерман авгарте я смотрю она внизу было козелот там место есть и вот она видно с дороги хороший такой отель это люди такие были так обслуживающий персонал был а потом сказали что по отзывам посмотрел уже и говорит не то все зависит я же говорю от тех которые управляют от тех которые управляют хапу каких-то поставить это вообще как ты конец фильма а нормально поставить этот отель будет процветать и в этом деле я еще раз говорю туристическом бизнесе тоже нужны люди которые дал смотрят не сегодня вот арба брата ты вот те же самые таксисты они уже сделали себе такую репутацию уже во всех соцсетях недавно в стамбуле тоже оказывается такие таксисты есть наглые говорит мне конечно не попадались мне всегда попадались нормальные люди но говорит тоже наглые наглые это самое ну семья не без урода вот такие вот дела ребята так что живем хлеб жуем посмотрим что будет дальше самое главное берегите себя свои нервы на все остальное ерунда и любовь любовь это как один написал в фейсбуке спите горды дети любви нет успокойтесь так что самая большая любовь должна быть для самого себя для самой себя себя будьте любить и все вас будут себя будут обесценивать себя будьте не будьте любить вас никто любить не будет будьте самовлюблены иногда говорят про какого-то человека вот он самовлюбленный нарцисс правильно хочу пускай нарциссом будет и самовлюбленным пошли все к черту а чё будь простачком чтобы ты за дурачка что ли принимали не надо не надо давай посесть дальше я по пятницам не подаю вот так надо жить вот я тебе нужен сам найдешь меня будешь еще умолять три четыре пять раз вот так что людям чем больше улыбаешься тем так вот это понимаете у меня был такой случай у себя на родине у меня один солдат служил ну я для него много чего-то делал тоже хорошее он уволился в запас гембель и короче стал этим как раз времена перестройки были он стал на рынке торговать конфетами конфеты разные вот это да вот всякие это вот каждый раз я подходил это самое здорово из как дела туда-сюда он таким важным этим что ты бизнесмен что ты это вот и все высокомерный высокомерный а я один раз просто прошел тоже на рынок рядом с ним прошелся и вот так так посмотри даже не поздоровался и иду дальше так он оставил свои это самый бежит меня задеть самое вы что-то за обиделись на меня вы почему-то вот так прошли что-то случилось я говорю почему я тебя должен это ты себя хочет должен кого-то почему а ты кто я такой вообще ты обыкновение барыга без образования без ничего это я тебе подхожу здорово из себя корчишь я вот кого-то понимаете вот поэтому я прошел вот так вот как будто его и нет у нас меня догнала же за мной идет ну что почему вот так вот прошли даже эра ты привык что я к тебе постоянно да вот так привет здравствуй как я поэтому живите для себя радует себя вот и успокойтесь любви никакой нет любовь есть для самого себя вот радуйтесь жизни любить своих внуков детищек вот если мужа есть мужей если жен жен своих любите вот не распыляйтесь по сторонам распыляться будете вообще на молекулю разлетитесь вот мужикам вообще бы я посоветовал бы чтобы обычно это многие вот я сейчас смотрю вот аж блин так становится противно как-то по себе вот осмотрю но может быть это веление времени особенно вот тик токи все ищут вторых жен вторых жен и что самое главное еще и женщин тоже самое предлагает себя в роли вторых жен готова стать второй жену этот этот ищет вторую жену в россии тоже это самое уже это самое показывали одного мужика русского мужика трех жен имел теперь решил вот это сам по восточному а у нас говорили так одним словом говорили у нас туркмены старики это между двумя женщинами мужик сам становится женщины потому что это и угодить это его данную на между двумя женщинами человека сам становится женщиной поэтому не распыляйтесь много денег есть тратить на свое здоровье на своих детей на своих мужей на своих жен живите в радости не ищите себе приключений а жить можно пока еще есть какие-то так и это сами что может быть и будет когда-нибудь хорошо но всегда надо надеяться на лучшее надежда умирает последний ребята не надо быть пессимистами всегда будет оптимистами я лично такой человек я иногда рассказывают так какие-то вот это да это не значит пессимизм занимаюсь нет я просто констатирую надо факты иногда я говорю то что может быть завтра она сбывается мне даже надо бывает друзья зори ты горько будто на каркал то что ты говорил год назад сейчас год идет это я говорю я не знаю просто анализировал и они на как коллегри анализировал у нас есть такая поговорка и несколько покажи год начала веревки я тебе скажу где ее конец вот так вот ладно ребята все спокойной ночи здоровье самое главное берегите себя и своих близких пока